Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Новый выпуск программы мы решили посвятить старой, но по-прежнему актуальной теме – профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вопросы, которые касаются борьбы с наркотизацией населения, имеют повышенную общественную значимость, так как преследуют цели охраны здоровья граждан государственной и общественной безопасности. О том, как эта работа ведется в нашем городе, мы будем говорить с заместителем прокурора города Самары Евгением Московцевым. Здравствуйте, Евгений Валерьевич! Здравствуйте! Евгений Валерьевич, я предлагаю начать нашу беседу со статистики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Самары. Вообще, какими цифрами вы располагаете из тех, которые можете озвучить? Какие виды преступлений совершены в той сфере, о которой мы ведем сегодня речь и в каком количестве за минувший год, за истекший период 2024 года? Если говорить о статистике, несмотря на все принимаемые правоохранительными органами меры, число остается стабильно высоким, как и число изымаемых наркотических средств, если говорить в разрезе 2023 года, то по территории субъекта в целом совершено практически 5000 криминальных посягательств в данной сфере, из них больше половины составляют это факты сбыта наркотических средств, то есть наиболее тяжкое проявление данного вида преступности. Если говорить о показателях за 5 месяцев 2024 года, то по территории города уже, если остановиться более в узком формате, то таких преступлений совершено практически 2000, из них практически половина, опять же, это составляет факты сбыта наркотических средств. На самом деле структура преступности здесь, она достаточно вариативная, есть факты привлечения к уголовной административной ответственности лиц за хранение наркотических средств, есть за производство, за сбыт наркотических средств, то есть наиболее тяжкая форма ответственности наряду с производством, и есть факты незаконного оборота растений, содержащих наркотические средства, сильнодействующих веществ, факты склонения к потреблению наркотических средств, либо притона содержания. А кто чаще всего совершает эти преступления, я имею в виду возрастная и социальная категория этих лиц? Если сказать о возрастной категории, то, к сожалению, в нынешнее время этот состав, эта характеристика, она омолаживается, в поле зрения правоохранительных органов стали более часто попадать люди более молодого возраста, к сожалению, имеются факты того, что в данную деятельность вовлекаются несовершеннолетние, несмотря на все принимаемые меры, опять же, очень большое число несовершеннолетних, также вовлекаются факты не только употребления, к сожалению, наркотических средств, но и факты сбыта наркотических средств. Если говорить о социальном статусе, то следует сказать то, что здесь он также вариативен достаточно. Есть люди, которые занимают определенное положение в обществе, которые употребляют наркотические средства, такие факты тоже пресекаются, но есть и также факты того, что данные преступления совершаются лицами, ранее привлекавшимися неоднократно к уголовной ответственности, либо имеющим зависимость от потребления наркотических средств, то есть болеющих наркоманией, которые в целях того, чтобы заработать на приобретении наркотических средств, психотропных веществ, совершают факты сбыта, либо хранят все же их. А можете ли вы сказать, какие обстоятельства способствуют совершению преступлений в данной сфере? Способствующими обстоятельствами в рамках расследования уголовных дел выясняется то, что это может быть трафаретная реклама, которая размещается на территории города. Это размещение в сети интернет роликов информационного содержания, вроде бы как, но тем не менее склоняющих к потреблению наркотических средств, рассказывающих о высоком заработке данной сферы, данной сферы, скажем так, преступлений, о том, что какой эффект возникает от потребления наркотических средств. И, к сожалению, лица, которые являются не очень крепкими волей и понимают то, что они могут либо начать зарабатывать в данной сфере преступности, не осознавая возможной ответственности, либо начинают употреблять, и, к сожалению, это приводит впоследствии к зависимости. Ну вот давайте немножечко остановимся на теме ответственности. Здесь предусмотрена и ответственность административная, и уголовная. Расскажите, когда наступает административная ответственность? Есть ряд статей Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, которые предусматривают ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. То есть это как потребление, так и хранение. Есть статья 6.9.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, которая является статьей, предусматривающей ответственность за уклонение от прохождения обязанности, возложенной судом по диагностике, либо лечению от наркомании. Как наиболее действенная мера, которая существует вообще, если говорить в Кодексе административных правонарушений, это наложение такой обязанности на лиц, привлекающихся к административной ответственности в данной сфере. И впоследствии эти лица будут обязаны пройти это лечение в наркологическом диспансере. В случае уклонения от исполнения данной обязанности предусмотрена также ответственность. И санкцией является там и штраф, и вплоть до административного ареста до 15 суток. А когда речь идет об уголовной ответственности? Уголовная ответственность. Также существует ряд статей, связанных с хранением, с сбытом, с производством, с пересылкой, с контрабандой наркотических средств. Наиболее тяжкая форма ответственности это статья 228 прим, прим 1 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность в основном за сбыт, конечно, наркотических средств. Есть ряд квалифицирующих признаков, но в целом, если говорить о мерах ответственности, то есть по этой статье это от тяжких составов, то есть до 8 лет первая часть предусматривает, и пятая часть предусматривает наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Насколько я знаю, в качестве одной из мер профилактики потребления наркотических средств существует предусмотрено Уголовным кодексом ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, а также за выращивание наркосодержащих растений и за содержание притонов. Вот поясните, как работают эти санкции? Эти составы преступлений действительно являются профилактическими по отношению к основным составам преступлений, которые являются наиболее тяжкими. Органами правоохраны системно выявляются данные состава преступлений. Если говорить о склонении к статье 230 Уголовного кодекса Российской Федерации выявляется. В прошлом году таких фактов только на территории города было зарегистрировано 38. В настоящее время таких фактов зарегистрировано на территории города уже за истекший период уже 22 факта выявлено правоохранительными органами на территории города. Фактов склонения. Также имеются факты выявления притона содержания, то есть это предоставление лицом своего места жительства для употребления наркотических средств третьими лицами, которые приходят к нему, скажем так, и просто употребляют у него наркотические средства за определенную плату или, возможно, просто по знакомству. Также эти преступления системно выявляются правоохранительными органами. В прошлом году их было выявлено за 23 год по территории города 15. В настоящее время таких фактов уже за 5 месяцев зарегистрировано 13. То есть мы отмечаем определенное повышение эффективности и эта работа ведется системно органами правоохраны под координирующей роли прокуратуры. Наверное, отдельно рассматривается ситуация вовлечения несовершеннолетних. Да, это всегда вопиющие факты, которые требуют наиболее полной проверки, поскольку факты отравления наркотическими средствами, психотромственными веществами несовершеннолетних, они также продолжают регистрироваться, к сожалению, и поэтому предусмотрена отдельная ответственность. Это тяжкое преступление. Пункты от части 3 статьи 230 Уголовный кодекс Российской Федерации связаны с вовлечением несовершеннолетних в потребление наркотических средств. И такие факты также выявляются. Лица привлекаются к уголовной ответственности и назначаются наказания вплоть до лишения свободы. Сегодня мы говорим о мерах профилактики. Логично назвать, озвучить те службы, органы, которые входят в эту систему профилактики? На самом деле тяжело как-то сказать, что это определенный перечень, который является закрытым. В нынешнее время мы постоянно вовлекаем в профилактику наркоманий на территории города все больше и больше организаций. Есть непосредственно связанные с данной деятельностью организации. Это в первую очередь органы полиции, органы правоохраны, органы местного самоуправления, медицинские учреждения, образовательные организации. Вместе с тем вовлекаются и различные общественные объединения, привлекается общественность для того, чтобы наиболее полно охватить население своим вниманием, для того, чтобы разъяснить все негативные последствия, связанные с наркоманией, с употреблением наркотических средств и вообще с совершением каких-либо действий с наркотическими средствами. А какую роль играет прокуратура в работе по профилактике? Прокуратура, в соответствии с указом президента, является органом, координирующим правоохранительные органы по профилактике преступности в целом, вообще, если смотреть в разрезе Российской Федерации. И поэтому органы прокуратуры системно проводят межведомственные совещания, координационные совещания, оперативные совещания. Существует формат проведения межведомственных рабочих групп. В декабре прошлого года было проведено прокуратура города, координационное совещание, постановление которого находится на исполнении межведомственной рабочей группы проводится практически ежеквартально. Если говорить об оперативных совещаниях, они проводятся на системной основе, вне зависимости от какого-либо плана графика, для того, чтобы проанализировать состояние преступности и состояние законности в данной сфере, для того, чтобы возможно было внести своевременные коррективы. Ну, давайте теперь поговорим непосредственно о принимаемых мерах профилактики. Какие это меры? Меры профилактики – это как правовое информирование в целом, то есть это информирование населения о тех возможных негативных последствиях, которые могут наступить в случае вовлечения в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Это различные виды буклеты, информационные публикации, выступления на телевидении, информирование посредством единого правопортала органов прокуратуры Российской Федерации. Это меры, связанные с реализацией административной практики тоже, то есть поскольку административная практика, она также выступает превентивной в данном случае. Вовлечение, привлечение данных лиц к лечению, то есть обеспечение их нахождения в наркологическом диспансере для того, чтобы они могли пройти лечение и впоследствии уже, скажем так, отдалиться от данной деятельности. Ну, вот вы сейчас упомянули лечение и диагностика наркомании. Действительно это очень важно. Как организована эта работа? Эта работа организовывается таким образом, что при привлечении лиц к административной ответственности за действия, связанные с незнакомым оборотом наркотических средств, в случае наложения судом обязанности о прохождении лечения либо диагностики, данное постановление отправляется в органы полиции, которые впоследствии обеспечивают то, что лицо, привлеченное к административной ответственности, прошло данное лечение, они обеспечивают его поступление в наркологический диспансер. Если оно уклоняется, либо прерывает лечение, то, соответственно, применяется к нему меры ответственности. Если говорить в разрезе уголовного законодательства, то существует тоже ряд норм, которые предписывают то, что лечение от наркомании может проходиться в случае назначения наказания, связанного с лишением свободы. Также возлагается обязанность на лицо пройти это лечение. Либо это лечение проходится по месту отбывания наказания уже в местах лишения свободы. А прокуратура в этом процессе какую роль играет? Прокуратура в данном процессе выступает в роли координатора и, скажем так, основного органа, который анализирует и оценивает эффективность работы на данном направлении. Поскольку данная информация нами системно анализируется, могу сказать, что прокуратура города еженедельно эту информацию анализирует о количестве составленных протоколов о делах административных правонарушений, количество лиц прошедших лечения, количество фактов отравления в результате наркотических средств и психотропных веществ. И поэтому эта работа ведется системно. Мы анализируем эту информацию, как я уже сказал, в формате оперативных совещаний, межведственных совещаний. В рамках координационной деятельности мы на постоянной основе выполняем свою роль координатора для того, чтобы снизить те негативные последствия, которые может повлечь с собой наркооборот. В начале программы вы упомянули о средстве профилактики ликвидации трафаретной рекламы. Где встречается такой вид рекламы? Как проводится ее ликвидация? Кто этим занимается? Трафаретная реклама размещается на фасадах зданий и сооружений, находящихся на территории города. Размещается она лицами, которые, наверное, осознают то, что они, скажем так, не вовлечены в основной наркооборот. Но, тем не менее, за их действия также предусмотрена административная ответственность законом Самарской области об административных правонарушениях. Это самовольное нанесение надписей на здания и сооружения. И, кроме того, эти лица попадают в поле зрения правоохранительных органов. Их действия оцениваются не только с призмы того, что они рисовали баллончиком через трафарет информацию, которая склоняет к потреблению, либо рассказывает о способах заработка в данной сфере. Но и также оценивается через призму того, а не является ли данное лицо не только наносителем трафаретной рекламы, но, может быть, оно причастное к фактам сбыта наркотических средств, либо у него дома хранятся наркотические средства, либо он склоняет кого-то к потреблению наркотических средств. То есть ответственным за данную деятельность являются органы местного самоправления, с управляющими компанией, с собственниками тех зданий и сооружений, на которые наносится трафаретная реклама. Эта реклама ликвидируется посредством ее закрашивания, удаления, для того, чтобы эта информация являлась более недоступной. Ведется она также на системной основе. Лица привлекаются к административной ответственности, в том числе в случае невыполнения требований законов об удалении данной трафаретной рекламы. Эта норма является действующей и также является профилактикой. Здесь, наверное, как раз приходят на помощь общественные организации, возможно, молодежные, волонтеры, которые помогают наводить порядок на фасадах зданий. Да, конечно, в том числе это члены добровольных народных дружин, которые также привлекаются к охране общественного порядка. Они совместно с сотрудниками МВД, сотрудниками органов права охраны, патрулируют территорию нашего города, где впоследствии уже непосредственно принимают участие в как раз выявлении фактов нанесения такой рекламы, либо определение мест, где она нанесена, для того, чтобы обратить внимание в целях ее ликвидации. До начала еще программы, когда мы обсуждали направление нашей беседы, среди профилактических мер вы назвали исковую работу по блокировке нежелательной информации. О какой конкретной информации идет речь? Правильно ли я понимаю, что имеется в виду, что под пристальным вниманием находятся те или иные публикации в интернете? Конечно, да. Органы прокуратуры осуществляют эту работу на системной основе совместно с Федеральной службой, с Роскомнадзором. Есть специальные реестры, есть специальные формы, механизмы, которые разработаны для того, чтобы эту работу вести наиболее оперативно. Есть также формы исковой работы. Действительно, сеть интернет находится под пристальным вниманием. Это, как я уже сказал, относительно тех информационных ресурсов и относительно тех публикаций, связанных с пропагандой, скажем так, пропагандой наркооборота, где рассказывается о способах заработка, о том, что это достаточно прибыльно, возможно, достаточно прибыльно, если не брать в расчет того, что все эти действия приводят к наказанию в основном в виде лишения свободы на достаточно длительный срок. То есть, если кто-то готов разменять там кратковременный заработок на достаточно длительное лишение свободы, то, к сожалению, попадает потом в поле зрения правоохранительных органов. Это информационные видео, публикации, статьи, которые рассказывают о способах потребления, изготовления, либо приобретения наркотических средств. Эта информация принимается в меры к ее блокировке не только, причем, органами прокуратуры, органами полиции. Также эта информация блокируется, направляет соответствующее заключение в Роскомнадзор для того, чтобы данные ресурсы больше были недоступны, и, соответственно, люди не могли их видеть. Хотела спросить, насколько эффективна эта работа? Ну, думаю, очень сложно здесь оценить эффективность работы. Здесь блокируете, в другом месте возникает. К сожалению, да, вынужден с вами согласиться. Несмотря на то, что мы проводим эту работу достаточно системно на протяжении достаточно длительного промежутка времени, к сожалению, возникают все новые ресурсы, которые просто невозможно сию минуту охватить, но, тем не менее, эта работа не останавливается ни на секунду, и она будет вестись и продолжаться до тех пор, пока положительный результат в том необходимом ракурсе не будет достигнут. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, в потребление наркотических средств – это отдельно стоящая задача, очень важная. И мы в наших выпусках периодически, очень часто говорим об этом. На каких главных моментах строится эта работа? Эта работа строится на принципах того, что мы изучаем семейно-ботовые условия проживания детей, в первую очередь, в случае их попадания, скажем так, уже если начать с этого момента, в случае их попадания в поле зрения правоохранительных органов, мы изучаем семейно-ботовые условия, потому что большинство таких фактов связано с тем, что дети проживают в социально неблагополучных семьях, либо семьях с малым уровнем дохода, малым уровнем достатка, и поэтому они избирают в качестве способа заработка действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Если говорить в целом об изначальном подходе, то это, конечно, профилактика в образовательных учреждениях, это доведение той необходимой информации о том, точнее, к чему может привести действие, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. К сожалению, я уже сказал, имеются факты того, что дети несовершеннолетние совершают факты действий, связанные с незаконным сбытом даже наркотических средств, как наиболее тяжкие формы преступности в данной сфере, и впоследствии в основном они приговариваются судами, признаются виновными, приговариваются к наказанию в виде лишения свободы. Конечно, с учетом их возраста эта мера назначается, но тем не менее, как я уже сказал, дети, которые не осознают неокрепчивые умами, они тогда еще не осознают ту меру ответственности, которая может грозить. То есть до 10 лет лишения свободы несовершеннолетним может быть назначено в качестве наказания за совершение преступления в данной сфере. И если мы ведем эту работу, конечно, мы разъясняем о том, что вы понимаете, о том, что эти действия могут вовлечь ничего веселого, или никакой бравады от этих действий вы не получите, и положительного результата вы тоже не будет. Кратковременный заработок, возможно, полученный за одну неделю, а в следующей неделе сменится тем, что вы будете задержаны правоохранительными органами, и пострадаете вы, пострадает ваша семья, пострадает ваши близкие, в первую очередь, морально, от осознания того, что ребенок был вовлечен, ребенок был упущен в какой-то момент времени, в результате чего был вовлечен в совершение преступления. То есть вот в этом моменте главная разъяснительная работа? Да, конечно. А кто занимается этой работой? Как я и сказал, это большой достаточно перечень органов и организаций, это начиная там точно так же от органов прокуратуры, органов правоохраны, в образовательных учреждениях, организации здравоохранения, общественной организации, это публикации в сети интернет, это разъяснение профилактикой здорового образа жизни, для того, чтобы не допускать несовершеннолетних, даже мысли у них о том, что вот есть такая форма, и есть такая деятельность, и можно к ней привлекаться. А вот если говорить об обратной связи, насколько востребована вот эта вот информация самими подростками, несовершеннолетними? Ну, нельзя сказать о том, что кто-то там приходит после проведения лекции и сообщает о том, что вот я там вовлечен или что-то, или я там вот знаю. Нет, конечно, такие факты нет, они имеют место быть, но они весьма редки. На самом деле здесь обратная связь выступает в динамике состояния преступности в данной сфере. Если, например, брать показатели 2023 года, когда у нас было достаточно большое число несовершеннолетних привлечено к уголовной ответственности, по-моему, больше 15 человек, у нас несовершеннолетние только на территории города было привлечено к ответственности за совершение преступления в данной сфере, то в этом году их в настоящее время привлечено, по-моему, около 6 всего лиц. И вот это, наверное, основной показатель того, что вот она обратная связь, потому что несовершеннолетние осознают порядок привлечения к ответственности в данной сфере И делают верный выбор о том, что вот это вот мимолетный заработок, мимолетное какое-то удовольствие, оно не стоит ни прожитых лет в местах лишения свободы, а уж тем более жизни, к сожалению. То есть наркотики в основном приводят к тому, что это наличие сопутствующих заболеваний, либо все же передозировка, и в результате может возникнуть, произойти летальный исход. Да. Несмотря на все принимаемые меры профилактики, преступления совершаются, суды рассматривают уголовные дела данной категории. Проговорите еще раз, какими могут быть результаты судебного рассмотрения таких дел. Если говорить о судебном рассмотрении уголовных дел, связанных со сбытом, то это практически в 100% случаев это наказание связано с лишением свободы на определенный срок. Конечно, суды могут применить те положения уголовного закона, позволяющие смягчать ответственность, учесть смягчающие обстоятельства, но тем не менее все равно это лишение свободы на определенный срок и достаточно длительный срок. Имеются факты привлечения лица к достаточно длительным наказаниям в виде лишения свободы, это свыше 10, даже свыше 20 лет может быть назначено за совершение преступления в данной сфере по совокупности, если уже говорить о требованиях уголовного закона. Задействия связаны с хранением наркотических средств, в том числе, то есть предусмотрены как административно, так и уголовная ответственность, и суды здесь также идут по принципу, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, но тем не менее это также нередко назначается наказание в виде лишения свободы. С назначением дополнительных обязанностей, связанных с прохождением лечения в случае установления зависимости от наркомании. Ведь в данном случае, в соответствии с уголовным законом, необходимо сначала установить наличие зависимости для того, чтобы назначить прохождение лечения от наркотической зависимости из-за тавтологии. А в случае административного кодекса, кодекса административного промышления российской федерации, предусматриваем то, что мы можем назначить лицу данную обязанность в целях диагностики, есть ли у него наркотическое зависимость не только лечения, но и диагностики. Но в целом, если говорить, это действительно лишение свободы, длительное наказание, как я уже говорил, вплоть до пожизненного лишения свободы, такие факты в судебной практике регистрировались. И сейчас большинство государств мира, в принципе, приходит к тому, чтобы наиболее тяготить ответственность за сбыт наркотических средств, не только страны, которые со схожими правовыми системами, но и в целом иные страны, для того, чтобы наиболее жестко и принципиально карать злоумышленников в данной сфере, которая занимается данной деятельностью, поскольку она приводит к тому, что наркотические средства имеют широкое распространение, и впоследствии, возможно, летальные исходы, в том числе, то есть мы на территории Российской Федерации неоднократно в новостях сталкивались с тем, чтобы возникали в результате сбыта факты массовых отравлений наркотических средств, в случае, если там оно было некачественное, либо наркотическое средство являлось там не особо сильно профессионально изготовленным. — Одно из направлений деятельности правоохранительных органов является проведение мероприятий, которые направлены на пресечение функционирования наркопритонов. Насколько активно ведется эта работа? — Да, я уже говорил, что мы эту работу ведем на системной основе. Здесь не столько, наверное, органы прокуратуры выступают как непосредственным исполнителем данных мероприятий, скорее органы правоохранные, а органы прокуратуры выступают координатором в данной сфере. Как я уже говорил, в этом году уже зарегистрировано 13 фактов притона содержания на территории города, в прошлом году было зарегистрировано 15, то есть мы идем с определенной положительной динамикой. Эта работа ведется системными органами правоохраны, выявляются те лица, которые предоставляют свои жилые помещения для употребления наркотических средств. И, к сожалению, эти факты выявляются достаточно нередко, но они являются профилактирующими мерами, и поэтому здесь органы правоохраны не будут остановиться ни на секунду. — Смотрите, есть такая беда, как говорится, заброшки, заброшенные ветхие дома, в которых часто собираются в том числе несовершеннолетние и в том числе для того, чтобы использовать, употребить наркосодержащие вещества. Вот в отношении таких заброшек, как прокуратура контролирует эту работу по их выявлению? — Данные дома и данные территории, скажем так, они известны, поскольку здесь входят в иную несколько сферу деятельности органов прокуратуры. Это снос ветхого аварийного жилья, снос заброшенного жилого фонда, который разрушенный. Эти объекты все известны, они охватываются органами системы профилактики в том числе, то есть на данных зданиях зачастую может размещаться и трафаретная реклама в том числе, которая также ликвидируется органами местного самоправления. И органами правоохраны данные объекты систематически обходятся, они подвергаются анализу, принимаются меры к тому, чтобы ограничить доступ в первую очередь вообще к данным объектам, поскольку они несут опасность не в том, что в них можно собираться для потребления наркотических средств, а в целом то, что они несут опасность, поскольку это ветхие разрушенные объекты, которые могут в любой момент рухнуть или произойти какая-то нештатная ситуация, катастрофа, в том числе с последующими жертвами. И поэтому здесь необходимо ограничивать доступ в первую очередь к данным объектам, а уж потом рассматривать вопрос того, чтобы в них никто не имел доступа. Скажите, какую роль вы отводите гражданам в профилактике незаконного оборота наркотических средств? Здесь стоит сказать о той программе, которая существует уже достаточно много лет в органах полиции, это их оперативно-профилактическое предприятие «Сообщи», где торгуют смертью, то есть это инициативное сообщение от граждан о тех возможных фактах, где находятся лица, которые употребляют наркотические средства, лица, которые могут осуществлять действия по сбыту наркотических средств. Кроме того, достаточно большую роль играет это введение такой формы взаимодействия, как внутридомовые чаты, районные чаты, это старшие по домам, обеспечено взаимодействие этих форм с участковыми и упономоченными полиции, с органами местного самоправления. И уже впоследствии они сообщают, из этих чатов изымается информация, которая позволяет в том числе пресекать факты, как хранение наркотических средств, сбыта наркотических средств, предоставление помещения притонного содержания непосредственно. Эти факты достаточно очень часто регистрируются. Здесь огромная благодарность тем гражданам, которые не замалчивают данные факты, а инициативно сообщают для того, чтобы органы полиции могли их проверить и впоследствии пресечь противоправную деятельность. А вот анонимом можно остаться в таком сообщении? Потому что ведь это достаточно опасно. Конечно, конечно. Здесь никто не говорит о том, что это необходимо оставить свои персональные данные, которые впоследствии будут разглашены. Здесь также можно оставить анонимные сообщения, которые также будут подвергнуты проверке в определенном порядке. Наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за такие подробные разъяснения по столь важной и волнующей всех теме. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора города Самары Евгений Московцев. Еще раз благодарю вас за беседу. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова